ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Евгений Сережкин, республиканская категория, город Могилев. И Иван Майоров, также республиканская категория, город Витебск. Итак, все внимание на поле наши с вами и, естественно, тренеров обеих команд. Итак, матч начался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Киевляне традиционно уже в матче на своем поле начинают таким мощным штурмом бороться соперников. Пытаясь сразу же повести в счете. Но вильнюсский клуб «Джальдерес» опытная команда. Собрал 22 очка и закрепился на четвертом месте. Козевое поле в атаке. Передача Игорю Биланову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бессонов. Вадим Жук фиксирует нарушение правил со стороны литовских футболистов. Штрафной удар. Ну и с этой позиции, очевидно, будет нависная передача. Так сказать, штатный исполнитель стандартных положений Геннадий Литовченко. Опасность ворот вильнюсской команды. Удар и мяч в светке ворот в основном Сайюркуса. Отличился Игорь Биланов. Ну, по-моему, здесь нерасторопно действовали защитники литовской команды. Дали возможность. Вот, посмотрите, повтор этого эпизода Геннадий Литовченко. Передача. И вот здесь не достигивается до мяча защитник вильнюсской команды. Еще одна передача. Вновь неудачно. И Игорь Биланов. Нужно дать ему должное. Вел борьбу за мяч до конца. Пошел в борьбу, рискуя при этом получить травму. И вот возможность для хорошей контратаки у хозяев поля Геннадий Литовченко. Передача Заварову. И передача Александра Заварова. Заварова неточной на Олега Протасова. Очень хорошая была сейчас возможность у хозяев поля. Михаличенко. Водыя также. Пока менее авторитетные судьи Евгений Сережкин и Иван Майоров. Арбитры республиканской категории. Геннадий Литовченко. Биланов. Демонстрирует технику. Мяч после рикошета попал Биланову. Протасов бьет. И счастье было сейчас, согласитесь, на стороне литовской команды. После удара Олега Протасова. К тому же взорваться и действовать активно в линии атаки. Вот, возможно, как сейчас сильный удар. Великолепно играет Юрку. Биланов. Атака продолжается. Киевских футболистов. Нарушение правил, несомненно. Ну, недоволен сейчас Вальдос Иванаускас. Арбитр. И мы с вами, конечно, видели, как Иванаускас грубо атаковал Игоря Биланова. Вполне справедливо назначен штрафной удар. Сильный был удар по воротам Жальгереса. Вы видели. Вот предыдущий эпизод был на наших экранах в повторе. И Вацлавас Юркус сумел среагировать на этот удар. К примеру, вот, к примеру, Валерий Васильевич Лобановский, руководит киевским «Динамо» уже пятнадцатый год. Константин Иванович Бесков, «Спартаком» двенадцатый год. И, видимо, не случайно эти команды выступают на стабильно высоком уровне. Биланов в окружении трех футболистов великолепно играет. Игорь Биланов, согласитесь. Но если бы еще мяч попал в девятку, в направлении которой он летел после удара Игоря Биланова, то это был бы, очевидно, самый красивый гол чемпионата страны. Посмотрите еще раз, получите удовольствие от таких действий мастеров кожаного мяча. Владимир Бессонов, Заваров, вновь Бессонов. Ну вот, хозяева поля с мячом сейчас на своей половине поля. И пока я смотрю, вот, и вам сейчас видно, вот, в этом эпизоде никто не открывался для того, чтобы получить передачу. Но вот вышло, тем не менее, опасный оборот Юркуса. Удар в гол! И вновь отличился Игорь Биланов. На 36-й минуте первого тайма. Кевляне провели вот такую неожиданную атаку. И вновь будем говорить, вот, сейчас повтор. Давайте посмотрим еще раз, как нерасторопно действовали в этом эпизоде и защитники вильнюсской команды. Вот передача и ошибается один защитник и второй уже не вступил в борьбу с Игорем Биланов. Игорь Биланов на тренировке вышел на эту передачу и спокойно отправил мяч в ворота. Глянем. Доваров, отличная передача Михаличенко. Его такой соперник. И арбитр Жук показывает, что все было в рамках правил. Ну, недовольны футболисты Киоско-Динамо, болельщики клуба. Но с мячом сидит Баранаускас. Кстати, с Баранаускас. Это уже опасно. Хорошая передача. И удар по воротам. Ну, сейчас просто здорово сыграл Владимир Бессонов дважды. Он сбросился под удар. Очень опасная была контратака литовских футболистов. Геннадий Литовченко показывает, что он неумышленно атаковал соперника. Вот сейчас Анатолий Демьяненко вспоминает эпизод в стартной площадке Юркуса. Капитан команды имеет право на вот такие диалоги. Ну, может быть, не такие, конечно, не столь эмоциональные. С арбитром встречи. Ну, а спаривать решение арбитра бессмысленно. Вы об этом прекрасно знаете. Знают об этом, несомненно, и футболисты. Ну, вот. Поддаются, так сказать, своим эмоциональным порывам. Игорь Панкратев выполняет штрафной удар. 45 секунд до окончания первого тайма. Ну, возможно, учитывая вот эту паузу, арбитр встречи прибавит. Сейчас подходит к концу первый тайм. Полторы минуты до его окончания. 0-0. Нарбековас бьет. Великолепный удар Нарбековаса. И мяч пролетает. Вы видели рядом со стойкой. Мяч был направлен в сторону воротки с Гладинамо. И буквально в нескольких сантиметров пролетел рядом со штангой. Ну, заканчивается первый тайм. Сейчас прозвучит свисток Вадима Жука. Подумайте. И в втором тайме мы к этому вернемся. И вот сообщение поступило из Днепропетровска. На синише первого тайма Днепр открыл счет. Отличился Александр Саракалет. Вот посмотрите, как это было. Днепропетровцы ввели мяч из-за боковой линии. Борьба за мяч. И что было дальше? А дальше подключился к атаке защитник Днепропетровска в 40 лет. И отменным ударом сходу отправил мяч в ворота Арарата. Итак, Днепропетровский после первого тайма 1-0 впереди Днепр. А у нас в Киеве также завершился первый тайм. 2-0 впереди хозяева поля в матче с Вильнюсским Жальгирисом. В Каннском стадионе начался второй тайм матча. Чемпионат страны по футболу. Динамо Киев, Жальгирис, Вильнюс. Атакует хозяева поля. Опасный момент. Удар. Но вот как неожиданно начался второй тайм хозяева поля. Забили третий гол в ворота Васлова Сайуркуса. Видите, поздравления принимает Олег Протасов. Василий Рад здесь же. Ну, посмотрим, как развивалась эта атака киевлян. Василий Рад делает передачу. Не дотягивается до мяча Васлова Сайуркус. И точным ударом Олег Протасов, который остался без присмотра защитников вильнюсской команды, отправил третий мяч в ворота Юркуса. Василий Рад, Анатолий Демьяненко. Мягкая передача на Протасова. И там же Михаличенко бьет борьбу за мяч. Удар. Ну что ж, схватился за голову Протасов. Бил по воротам Михаличенко. Спокойно отправил мяч в второй в ворота Юркуса. Ну, а на 47-й минуте матча, в самом начале второго тайма, Олег Протасов забил третий гол. В атаке Владимир Бессонов. В центре открывается Забаров. Ух, какой сильный удар Игоря Беланова. Бессонов. Разрыв мышцы. И вот длительное время не выступал. Опасная атака вильнюсцев. Баранаускас. Нет, бил Владимир Гориллой. Но, естественно, бил так, чтобы мяч не попал в ворота Виктора Чанова. Угловой удар. Готов играть в основном составе Киевского Динамо. Это, конечно, приятно. А вот другой полузащитник Киевлян из сборной страны, Павел Яковенко, перенес операцию Мениска. И, по мнению врачей, если и сможет выступать в нынешнем чемпионате, то не раньше, чем поздней осенью. Анатолий Демьяненко. Вот в этом тайме все чаще и чаще Анатолий Демьяненко подключается в атаку своей команды Заваров и бьет Демьяненко. Вот комбинацию стенка разыграли хозяева поля и вывели на завершающий удар капитана команды. Да есть о чем подумать Зелькевичу, главному тренеру Вильнюсского Жальгереса. Сива провели сейчас контратаку хозяева поля. Алексей Михаличенко. И вновь передача прорыв. Такой коридор между игроками. И вновь на 3 атаки был Олег Протасов. Нарбековас. Нарбековас взял игру на себя, сделал передачу под удар. Сильный удар Робертоса Фридрикоса. Ну что ж, аплодисменты кому? На мой взгляд защитнику киевской команды Андрею Балю, Юркуса Михаличенко. Он упал и Кевляне требовали пенальти. Но об этом чуть позже. Угловой подает Вильнюсцы. Высоко прыгнул Тауткус. Еще один удар. Великолепный удар. И мяч в сетке ворот киевского Динамо. Так, вильнюсские футболисты после великолепного удара Сигитаса и Якубаускаса изменили счет на 1-3. Это случилось на 62-й минуте встречи. Вот как было это сделано. Подан угловой. Прыгал Робертос Тауткус. Мяч отскочил к Якубаусасу и великолепный удар сходу левой ногой. Красивый, согласитесь. Гол еще становится 3-1 в пользу хозяев поля. Протасов. Заваров. Заваров решил обыграть Тауткуса и отдал в мяч под удар. Протасов, Михаличенко. Можно бить. Удар и счет становится 4-1 в пользу киевского Динамо. Отличился Алексей Михаличенко. Но арбитр встречи Вадим Жук гол не засчитывает. Сейчас, если будет повтор, мы с вами разберемся, в чем тут дело. Выигрывает матч у вильнюсского Жальгереса. Смотрит на свой секундомер арбитр встречи Вадим Жук. И финальный свисток. Продолжение следует...